Добрый вечер, дамы и господа, котики и енотики. В эфире политическая и экономическая передача Интервью, превью и всякое ревью с Владиславом Фалендером. Сегодняшний выпуск посвящен тому, о чем все знают, но боятся заговорить. Ибо если они скажут, это может оскорбить чувство верующих и неверующих в то, что президент России в скором времени снова станет президентом России. Да, господа, скоро у нас выборы. И у нас в гостях кандидат, президенты, поэт, режиссер, монтажер, писатель, копатель, строитель. Да и просто хороший человек, а может быть и плохой, но все мы знаем, что он хороший. Александр Сергеевич, эгоист Архипов Сенчезар. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Рад, что вы смогли найти свободную минуту и посетить нашу студию. Здорово. Александр Сергеевич, как вы решились наставлять важный и дерзкий шаг воспользоваться конституционным правом и избираться на пост Владимиром Пути президента России? Ну, сидели мы с друзьями и выпивали. Ну, как выпивали? Я бы сказал, мы жарались в ковнище, но вы все равно ведь запикаете это, да? Выпивали, значит. И что же было дальше? Ну, естественно, зашел разговор про политику. И вот я тут... Ну, да, к сожалению, все напиваются и говорят про политику. А как действовать, так ходят трезвые. Ну, первый закон, который я издам, я надержу пить везде. Ведь я хочу, чтобы наша страна, наши люди, живущие в ней, были политическими грамотными людьми. Политически грамотными людьми. Ведь сейчас никто даже не знает, какая политическая система управления действует в нашей стране. Никто никогда не слышал о сменяемости власти. Они знают лишь, что денег нет и держатся только на этом. Что ж, очень интересная перспектива. И действительно, вы подняли вопрос о политической грамотности населения. Видимо, это действительно очень такая больная тема. Ну, что ж, наш тренометраж не позволяет спросить большего, а большего спросить мы бы хотели. В следующем выпуске поговорим о методах контрацепции и будущей реформы образования, которые обещает провести Александр Сергеевич, как только он придет к управлению нашим государством. Всем спасибо, с вами был... Ладно, спасибо, тогда... Чего, что ли? Спасибо, что позвали, я так счастлив.